Министерство иностранных дел Украины требует от России предоставить объяснение, как ракетные комплексы «Игла» российского производства попали к террористам на востоке нашего государства. Как уверяют в МИД Украины, они получили неопровержимые доказательства того, что оружие, используемое боевиками длительное время, хранилось в российской военной части под городом Ейск Краснодарского края. Несколько таких комплексов удалось изъять у террористов в районе пункта пропуска Мариновка Донецкой области. Боевики не успели стереть маркировки на оружие и уничтожить документацию. В Министерстве иностранных дел считают, что это является прямым доказательством вмешательства России во внутренние дела Украины. Эти данные также предоставлены миссией наблюдателей ОБСЕ. Журналисты телеканала Министерства обороны России «Звезда» признали, что искажали информацию о событиях на востоке Украины. Об этом они написали в заявлении. Евгений Давыдов и Никита Коношенков просят прощения у народа Украины за откровенную ложь российских СМИ. Давыдов и Коношенков признаются в том, что во время работы в Славянске и Краматорске почти вся обнародованная ими информация была вымышленная. Готовые тексты им присылали из редакции в Москве. Именно эти двое распространили материал о якобы использовании фосфорных бомб неподалеку Славянска и об использовании украинской армии установок ГРАД против мирного населения. О темах для съемок мне говорило руководство телеканала в Москве, в том числе о фосфорных бомбах, которые лично я не видел. Факты несоответствия обстановке той, что показывает российское ТВ, наблюдал неоднократно, в связи с чем приносим извинения народу Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова